Девушки милые, на канале Сургутнадзор 17 видео про приют. Вся правда. Вы видели, что тут творилось до этого? Я представляю. Уйди, какой злой! Уйди, какой злой! Уйди, какой злой! Вас просто подставили конкретно, вам выделили участок абсолютно непригодный, как после войны. Есть земля, до свидания. Так у вас тут газ, вам скважину надо бурить. Там запад болота, и он цветет. Заезжал в бульдозер, повез на пузе, его 6 часов вытягивали, в итоге пришлось копать полностью там под ним. В прошлом году я вообще наследство получила, и все наследство спустила на приют. И администрация все, что сделала, это выделила вам участок. Без воды, без электричества, совершенно непригодный для содержания садов. Других вариантов не было просто. Это было единственное возможное место. Они нам только предписание выписывают. Администрация, администрация города, срегут, отстаньте от нас, пожалуйста. Помню, если часто была сплошная тель шея. Там не будет этой ливневки, зато там все. Главное правило волонтера не навредить. Это волшебство, просто пропала собака, вернулась собака. Ну вот так, происходит регулярно. Я вот это делать не буду, а вот это вот я сделаю, но оно не надо. Ну и ладно, вот оно не надо, но я это сделаю. Взлома это размножение грибков, волосоедок. Но это похоже на вредительство. Вот, она живодерка, она решила резню устроить в приюте. Это якобы, или на самом деле. Это якобы. Мы свободные волонтеры, куда ходим, туда и ходим, что хотим, то и делаем. А вся ответственность на вас? Да. А сейчас они начали возить собак, ну не спрашивать. А у, сегодня улетают в Москву. На гастроли, что 30 животных вывезли под вашу ответственность. А куда вывезли, на что, зачем, как, ни одного документа, ничего нет. Ни одного документа. Свои собственные реквизиты, на которые они собирают денежные средства. На помощь якобы вашему приюту, в обход вас, и при помощи паузу, вот нефтегаз. Эти будки вообще хорошие, нет? Ну собаки уже их съели. Съели? Конечно. И при этом туда еще и волонтеры сено, наверное, напишут. Это называется нецелевое использование денежных средств. Да. То есть можно было 60 будок простых сделать. Сколько у вас проверок было всего? Этот месяц, это уже третья проверка. Это надо было для того, чтобы нас опять облить грязью. Потому что вся ответственность на вас, и все проверки приезжают к вам. Все 10 проверок приезжали именно к вам, а не к волонтерам. Ой, сейчас проверка будет, ни одного волонтера не будет. Не просто забирали. Чем хуже условия они показывают, тем больше средства они соберут. Такой способ заработка получается? Способ заработка, да. На вас решили хайпануть. И хоть раз какую-нибудь записку или расписку вам оставляли, что я забираю такую собаку, беру ответственность на себя? Нет. Стоимость строительства приюта 140 миллионов. У каждой собаки будет отдельный свой коттедж. Квадратов это 100. И у этого коттеджа будет свой швейцар. Товар, наверное, Константин Ивлев. А чтобы подвинуть вас, нужен общественный резонанс. На вас нужно дискредитировать. Вы, ребята, не справляетесь. Ну-ка, подвигайтесь. Сейчас сюда зайдут другие ребята. Вышли эти ветеринары. Я конкретно спросил, есть ли какие-то факты жестокого обращения. Они сказали нет. Получается, они вам просто палки в колесах. Они дискредитируют работу приюта. Вот эти люди, они не верят никому. А тем более, вот эта вот трата времени на вот отписки, вот эти вот прогулки, ветеринарные надзоры, прокуратуры, отнимают очень много времени. А вместо этого мы могли бы их элементарно вычислить. А их у вас? А их 180. Я считаю, каждая собака должна жить на диване. Надо дискредитировать вообще вот эту тему приюта, что, посмотрите, приюты не справляются. Мы им выделили участок. Ну, пускай без воды, пускай без электричества. Пускай, на него невозможно попасть. Да, пускай затопленные, пускай с траншеи посередине. Но они же не справляются. Смотрите, они еще и за животными не следят, а еще и волонтеров это как-то прижимает. А мы вот за 140 миллионов построим такой приют, который поможет всем. Начнем со 140, а могут уйти и в 500, и в миллиард. Приют для собак в миллиард. Нормально? Да. Ой, ой, как нехорошо. Ой, как нехорошо-то. Куда вами заинтересуются, бед? Я мать четверых детей, и вчера действительно позвонили с опеки. Какой память-то, господи, бед? Еще и материтесь. Да потому что бесит, уже не могу. Что бесит? Отойдите отсюда. Да убери камеру, потому что мужика легко. Травить собаку? Я что, я х**-то хочу, извините за вас. История повторяется. Усыплено порядка 90 собак. Которые просто сравняли с землей то, что Валентина Лунева называет приютом. Меня выпустили, когда туда стреляли, погрузили. Собак? Да. Даже замки ломали, все вскрывали. И вот ток, вот такая вот маслянистая жидкость. Вас просто подставили конкретно, вам выделили участок абсолютно непригодный, как после войны. Есть земля, до свидания. Так у вас тут газ, вам скважину надо бурить. Там запах болота, и оно цветет. А вы что доказали? Что вы живодеры? У меня просьба, держите язык за зубами. Да, у вас очень нехороший язык. Я? Вы живодеры. Вопрос ко мне? Об этом все, и вы тоже. Вопрос ко мне? Если вы им помогаете, вы такой же. Либо передавать просто другим людям этот питомник, чтобы приводили в порядок. Мы как бы вытягивали бы, если бы вот таких нападок не было. Не так все страшно, как было в обращении, которое было направлено в наш адрес. Животные едят друг друга, то больные, истощенные, у них отсутствует питание, поение, уход. Там все так плохо, что их нужно спасать буквально вчера. Слуха, вами заинтересуются, блядь, мне. С тобой заинтересуются, наши сотрудники, за то, что ты пристанешь к повалению. Да? Да. Ух ты. Многократное количество раз, я же волонтера, говорили, вернее, кричали о том, что напишут в опеку на моих детей. Я мать четверг детей. И вчера действительно позвонили с опеки и сказали, что написано заявление по факту жестокого обращения с детьми. Именно все связано с приютом. Пойдемте, пройдемте, я покажу. Нет, я не пойду. А, боитесь, что ли? Нет, совести не позволю. На чужой участок заходите. Я обещаю вам помочь в этом. Если вы возьмете на себя ответственность и возьмете новый участок, и откройте новый приют. Пошла наливать, это самовольство называется, само правство. У меня даже бровь не моргнет, чтобы взять и зайти без разрешения. Не знаю, если бы у меня с участка собак забирали без разрешения, я бы тоже не доверял. Я вам уже сказал, дал слово. Я вам помогу забрать этих собак. Ваших условий, да, всех, каждую. Если у вас будут условия лучше. Вы приходите, как говорится, на все готовенько и пытаетесь у них... Как это все готовенько? Ну как готовенько? Мы что, пытаемся у них приют забрать? Ну, у них не хотим это предложить. Ну, вот же человек говорит, я готов забрать. А я хочу его забрать. Надо было это сразу письменно, документально оформить. Причем так вылечили, что ни один документ не предоставили, и даже им не сказали. Обратитесь в администрацию, пускай вам выделят новый участок. Откройте новый приют, у вас много человек. Девчонки, вы меня услышали? Да. Это их точка зрения. Ну, их точка зрения, да. Давайте ваши запишем. Ко мне какие претензии? Я не даю повод, понимаете? Нужно искать решение. Идти вперед. Как ему еще защищаться? Это хорошо, я согласен. Матами крыть или что? Вот ситуация. Меня приглашать. Я журналист, я засниму все. Наташа, покинь, пожалуйста, территорию. Не надо кормить собак. Вообще никуда ходить не надо. Выйди, пожалуйста. Выйди, пожалуйста. Выйди, пожалуйста, за территорию. Вот сейчас, будь любезна, покинь территорию. Не надо никому ничего давать. Покинь, пожалуйста, территорию. Я согласна взять приют. Я им сказала, я согласна. Почему они мне не хотят приют передавать? Вы хотите забрать себе? Ну как себе? Я бы забрала бы. А я вчера был в приюте. Вокруг было 180 собак. Все без намордников, без масок. А вокруг 20 человек и все в масках. С теми, кто в масках, вообще не следует общаться. Маска на таком мероприятии – это признак участия в банде. Я хочу, чтобы вы это сняли, товарищ Булгаков. Телекан у нас там. Антон Николаевич для вас. Сойдите, пожалуйста. Булгаков – адвокат дьявола. Не надо мне камеру в лицо пихать. Во-во-во-во. Зачем руку? Приголосом надо заниматься. Вы тоже журналист? Мы запрещаем снимать нас на камеру. Мы не разрешаем вам снимать нас. Вы не задайте. Почему? Я не хочу. Вместе запрещаем. Вы не дома. Не надо разговаривать с ним. Я разрешение дала на съемку. И что? Я тебе не разрешаю себя снимать. Вы не хотела себя снимать? Да убери камеру. Ты мужик или кто? Камеру убери. Берите камеру. Уберите камеру. Не снимайте меня, пожалуйста. Послушайте, пожалуйста. Я еще раз прошу. Уберите камеру. Мне нет 18, мне больше не снимайте. Я в суд потом подам. Все договорились. Это не твоя территория. Не надо так снимать. Он глухой, он не понимает. Я недалекий. А пальцем не хотите спину тыкать? Нет. Вы меня сейчас пальцем ткнули, да? Да. У меня к вам просьба. Не тыкайте больше людей. Не подходите к ним сзади. Меня просто удивляет ваше отношение. Но я же вас пальцем не тыкаю и спину. А вы меня сейчас пальцем ткнули, да? Да. Это вы пальцем-то, господи. Еще и материтесь. Это что? Это вот такой дегалог, да? Вот это и есть настоящее волонтерство. Тыкать пальцем сзади, да? Подходить. А потом говорить, что вам кажется. Вам понравится, если кто-то будет подходить к вам сзади, тыкать пальцем в спину. Я вас тыкнула. Я тыкнула. Ирина тыкнула. Что вы с этим тыканем докопались? В смысле отойдите? Я же вам не говорю, отойдите. О, первый раз, первый раз, пожалуйста, прозвучало. Я ждал. Благодарствую. Обращайтесь. Вот она ваша культура общения, девчонки. Наш руководитель Балабол. Вы что, совсем бредите? Вы думаете, что мы отправимся? Не, ну серьезно. По поводу чего? По поводу чего? Это жестокое обращение с животными. У меня просьба, держите их за зубами. Да, у вас очень нехорошая жизнь. Как тебе твои дети в старости так же воду подносили, понял? Ой, спасибо. Ты, когда турнир сдавал в траву, умерла, придурок. Вы живодеры? Вы живодеры. Можно помогать живодерам, сам живодер. Словно, отсталое заболевание называется. Оно не лечится. И послали в жопу? Да. Иди на работу, работай. Вот. Почему так вот не говорите на работу? Снимай, б***ь. Ну, закрой, мразь. Ой, ой, как нехорошо. Ой, как нехорошо-то. Тобой заинтересуются и сотрудники за то, что ты пристарешься валить. Да? Ух ты. Куда вами заинтересуются, б***ь? Я мать, 4 детей. И вчера действительно позвонили с опеки. Поэтому они все убирают. Да не говорите все одновременно, я же вас не слышу. Я вам один раз объяснила. Это не история, поэтому они все убирают. И так каждый день? Ну, вот такой вот первый раз. Девчонки, я же вас не слышу. Вы все одновременно говорите. Вот так обычно тихо в приюте. Никто не лает, только птички поют. Просто чего добиться-то? Вы хотите какую-то правду добиться? Ну, вроде вся страна так же. А вас это устраивает? Да и меня устраивает. Устраивает, конечно. Я получаю деньги, я работаю. Как ваша рука? Зажила? Да. Да, спина тоже позвоночник зажила, когда мне его сломали. На первый взгляд кажется, что это грабитель или мошенник. Респондент Евгений Неупокоев приехал. Ребята, ну вы же нарушаете закон. Блин, я журналист так и так. Я понимаю, что если камеры выключат, я отбить начну. Молодой человек, а зачем вы зашли на территорию? Работает техника, покиньте, пожалуйста, территорию. Вообще не реагирует никакой реакции. И потом... Еще я с кашляем с таким. Ну что вы, что вы на него напали все в десятером? По одному говорите. У меня совести не хватает зайти на чужую территорию. Ни туда, ни сюда. Ой, не кричите. Вы что кричите? В чем бред? В том, что я вопрос задал? Вы свое мнение пытаетесь выдать за мое. У меня пачка документов, доказывающая обратное. Официальные документы. А у вас все на слова. Так пойдемте сейчас. А зачем? Я хочу каждый день приходить. А вы хотите, вы хотите. То есть это ваше желание. Это мое желание. Я человеку работаю. А почему вы вот на этот участок не ходите? Ну так расскажите это все. А зачем мне вам рассказывать? Вас просто подставили конкретно. Вам выделили участок абсолютно непригодный. Как после войны. Есть земля. До свидания. Так у вас тут газ. Вам скважину надо бурить. Это не ваша территория. Это не ваша территория. Еще напишем и не одну. Запишите. Опять заходят. Выходят и заходят. Прям как мультики. Ломают калитку. Начался вандализм. Я никого не защищаю. Ключи мозг. Я в шоке. Я освещаю. Справа не ваша территория. Незаконное проникновение. Вызывайте полицию. Вызывайте еще раз. Вызывайте. У нас все видео есть. Я с ними не работаю. Я сам по себе. Да, конечно. Если вы ко мне обратитесь в какой-то проблеме, я вам тоже помогу. Нет, спасибо. Ваше право. Вам документы нужны, доказывающие, что Максим Зырянов является законным представителем. Жестокого обращения с животными нет по факту. Пойдемте, я покажу сейчас. Это не мое мнение. Это мнение ветеринаров. Я сейчас покажу вам, что есть жестокое обращение с собаками. Не надо на меня кричать. Это мнение ветеринаров. Это не мое мнение. Мы сейчас вызовем полицию за жестокое обращение с животными. Вот полиция присутствует. Полиция, да. Вы что, совсем бредите? Вы думаете, что мотает? Не, ну серьезно. По поводу чего? Мы сейчас вызовем полицию за жестокое обращение с животными. Вот полиция присутствует. Полиция, да. Потому что воды налить, они бегают с нами, с камерами, за нами. От меня, прям вообще не так хорошо. Они бегают, снимают репортеры. Они провоцируют специально. Позакрывали все, издевали. У вас только деньги, истышно. Деньги, 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 деньги. Бросим покинуть территорию. Они не покидают. Давайте освободим дорогу, сейчас машина поедет. Я вам скажу, что я президент. Вы мне поверите? Вот доверенность на Максима. Он имеет право представлять интересы руководства. Радоваться надо, чтобы человек с собакой играется. А вас все не устраивает? На показу, конечно. Вас все не устраивает? На скорости устроит. При каких условиях вас устроит все? Два-три раза в неделю к нам приезжает беднадзор, прокуратура. Нас все там знают. Везде у вас нарушения. Вот эти люди пишут в зал. И везде у вас нарушения. Так покажите документ, что есть нарушения. Подожди. Документ покажите. Документ. Беднадзор. Так вот позвони. Вот наши, вот их документы. Но мы сейчас можем за жестокое обращение. По поводу жестокого обращения неделю назад была проверка. Вот есть документ, подтверждающий, что нет никакого жестокого обращения. Благодарствую. Печально в этой ситуации только одно. Собаки, как ни крути, становятся разменной монетой. Предлагаю хоть раз самим приехать и помочь. Мол, легко критиковать, когда сам ничего не делаешь. Вот это все. Перенести вот сюда. Труды кипят. Потихонечку куча уменьшается. Все переезжает на новое место. Ладогарно, 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 вместе всем задержим ладом. Как пойдем ко морю, ко Харийскому, ко Харийскому, да косовещенному. Наберем в Адлане воду студену, Воду студену, силой полною. Отвядаем мы до силы божеской, Силы древней нашей тартарейской. И зачинем эти дела, да все по совести, По зову сердец, во светлой радости. Ладо, ладогарно, ладо, ладогарно, ладо, ладогарно, Запоем дружи. Ладо, ладогарно, ладо, ладогарно, ладо, ладогарно, Вместе всем задержим ладом. Вот отсюда все перенесли вот сюда. Вот так убрали территорию. Теперь здесь пусто, чисто, а весь стройматериал перенесен сюда. Тихо! Первое предупреждение было. Второе предупреждение. Дважды предупредили следующее о применении физической силы по 19.3. Невыполнение законных требований сотрудника полиции. Самое главное, для чего это нужно было? Чтобы люди знали эту обратную связь. Тихо! Я тебя помню, ты злой. Это девочка. Тем более. Адвокат дьявола ты, понял меня? Вот так обычно тихо в приюте. Никто не лает, только птички поют. Ой, ой, как нехорошо. Ой, как нехорошо-то. Я мальчик, четверг детей. И вчера действительно позвонили с опеки. У нас нет ни одной собаки с чипом. По требованию конкуренту и ванновая проверка. Будки опять ковролином утеплили. Там плесень собирается. Там не то, что плесень, там колонии грибков. О, без разрешения заходит. Здравствуйте, не поздоровайтесь. Да, этот злой, этот может укусить. Здравствуйте, 20 человек приезжало. Да что ж такое-то, а? Здравствуйте. Здравствуйте, вообще-то. Не надо ваняться, не надо ваняться. Еще одно проникновение. Я пока у двух собак только воду увидела. Они двое спокойно натягиваются. Это у ведра с водой. Они что-то слушают или что? Я вспомнила. Макс, какой ты волонтер? Я могу, ближе, но я волонтер. Приехала полиция. Вы же в маске. Что вы водите? Какая разница? Не надо меня снимать. Уберите камеру от меня. Сами не было. Была рекомендация. Потому что вы больше грязь поливаете, чем вы. По-другому вы не можете мирно работать. Давайте вспомним давлета. Вы точно так же поливали грязь. Нужно позитив нести, а не негатив, понимаете? А вы спросите ветнадзора, они мешают или нет? Вы ветнадзор? Нет. А зачем вы за ветнадзор отвечаете? Вот смотрите, ветнадзор ходит без хозяев. Хозяева вынуждены тратить время на волонтеров. Попросите, пожалуйста, чтобы они починулись эту территорию. Ты приглашала эту женщину? Нет. Волонтеры передвигаются. Попросили же не выходить. Вот так все вынуждены ходить за волонтерами. Куда волонтеры, туда и ветер. Я стала плохая. Вам полицейские сказали оставаться на месте. Я с вами вообще не разговариваю. На стерилизацию эту собаку возили кто-то язык инициативной группы. И после этого у собаку такие проблемы. Нормально все? Куда волонтеры, туда и ветер. Субтитры подогнал «Симон» Их просят, просят по-хорошему Тихо! Первое предупреждение было Второе предупреждение Дважды предупредили Следующее применение физической силы По 19.3 Не выполнение законных требований сотрудника полиции Согласно закону полиции Делается два предупреждения После чего применяется физическая сила По статье 19.3 Привлекается лицо, которое проигнорировало Предупреждение полицейского и требования По идее, да Но с вами вежливо обходится А что вы через забор, через официальный выход Не хотите прийти? Хватит ходить обходными путями Используйте официальный вход Я безоплатно дружусь Вы после какого раза-то вышли? Вас чуть ли не силой выводили Благодарствую Даже волонтеры ценят мой труд Попыткой покинуть место правонарушения? Девчонки, с вами культурно так обходятся Меня бы уже давно скрутили И лицом в пол сплоткнули А, вот, все, тему поменяли сразу Я хочу Я хочу, я хочу, я хочу А вы хозяев спросили? Откройте свой приют Откройте свой приют И забойтесь сами Возьмите ответственность за себя Один из полицейских едет С ними была попытка покинуть место правонарушения Благодарствует? Мы как бы вытягивали бы Если бы вот таких нападок не было У вас нет ни одной собаки с чипом А у медведя есть чип? Это не факт Он у вас загорает На чужой вершок не раздевай, роток Мой приют Нет, мой приют Делят приют Сапог приюта делят А я тут котяра чипирован Интервью дадите, товарищ Благодарствую Акробат Ласки заходишь, не так раскорячишься, да? Давай, давай, давай Удержался Прям супер акробат Как вы считаете, есть жестокое обращение с животными здесь в приюте? Я думаю, что нет Вот такой шикарный участок выделила администрация Уже не знаю, выйдет тут рыба или нет Приезжайте на рыбалку Слушай, иди к отеля сам полем И возьми своих животных Занимайся ими Ой, ой, мне кто-то на голову сел Они отсюда могут Вот здесь дыра и вон там дыра Вот они за кустами, чтобы под видеокамерой не попадать Проходи сюда Так, это кто? Это Капель А, так как? Радует А уринотерапия полезная Как я вам завидую, что у вас такой человек помогает Чтобы энергию, что они тратят на споры, направить на дело Да, вот именно Куда интереснее скандалить В паутине все Даже и ручка в паутине Никто ее не трогал Она отжаляет Ее сейчас бесполезно даже открывать Даже кочерга в паутине Тут уже все заржавело Они тренируются Перетягивание каната С одной стороны цепь, с другой этот сапог Скучно как-то Ну, постоянно скандал И в отдел полиции А тут хоп она И чем? А как? Украл, выпил в тюрьму Украл, выпил в тюрьму А тут приют волонтер в полицию Приют волонтер в полицию Благодарствуем Волонтеров гораздо быстрее, да? Ну, конечно Конечно, и быстрее, и тише, и спокойнее Представлю, что вот тут вот ба** поясы Ух, какая злость появляется Бойтесь Че бояться? Ты же мягкая Чем можем? Помогаем Строим заборы Возводим столбы А что делают волонтеры? Закошмарили приют проверками Чуть ли не каждый день у них проверки Приезжают какие-то неизвестные люди С квадрокоптера Все снимают Прошли на прилегающую территорию И поставили скрытую видеокамеру То есть администрация выделила участок Без канализации Без водоснабжения Без водоотведения И без электроснабжения Сделайте, что хотите Тут будет забор Сейчас копаем ямы под столбы А вот здесь волонтеры Ставили камеру Вчера вечером К ним заехали девушки Назвались волонтерами И что-то якобы установили Смотрим Маленькие женские следы Веб-камера С пауэрбанком Отлично И лица, и все видно С каких-то пор у нас волонтеры Подменяют следственные органы Так они еще и подали в опеку На четверых детей То есть они их продолжают кошмарить Не просто на уровне приюта Но и залазят к ним в семью Пытаются, я не знаю Как-то скомпрометировать их семью Пишут в опеку И еще ставят скрытые камеры Пытаются слежку за ними скрытую вести Это что такое вообще? У вас цель какая? Семью разрушить? Приют отобрать? Или собакам помочь? А что делает администрация? Никакой помощи от них Выделяют рекордную сумму 5 миллионов рублей Глава города Сургут Современно теплая остановка Чуть ли не космический корабль Вот это вот 2 миллиона стоит Ангелина Вот я слушаю постоянно И смотрю, за тобой слежу Ну теперь я готова тебя раздушить просто Своими ногами собственными И у тебя постоянно Какие-нибудь мрази работали Понимаешь? Не люди, а мрази За тобой идет свежка Когда ты бываешь в приюте? Сколько раз? Чего ты даешь? У нас компромата на тебя очень много Всем привет, это снова мы Нас интересует территория Да Нас дрочит, мы дрочит Ну я могу Я умею Приходите помогать строить приют Это весело Антон, если у тебя есть сердце Доброта к людям К животным также Ты должен это все понять Нас интересует территория Да Нас дрочит, мы дрочит Но Два кактуса Мне их жалко У меня два кактуса сдохло Мне так жалко Сядьте в проем Подумайте об этом Что вы творите вообще? Что вы творите? Да никто ничего скрывает Вон, пожалуйста, смотрите Нас интересует территория Да Нас дрочит, мы дрочит Но Те, кто не скандалит Не ворует собак Свободно проходят на территорию Если бы у меня был приют Я бы тоже доступ закрыл Таким людям Уже больше 33 собак Изъятые из приюта И ни один документ Я мне не предоставлю Что нас интересует территория Да Что нас дрочит, мы дрочит Но И так чуть ли не каждый день Вы что, вместе там сговорились все? Деньги делите? Что нас интересует территория Да Подумайте хорошо все Что нас дрочит, мы дрочит Но А ты щенков не забирала? Забирала Забирала А куда ты их делала? В приют, пожалуйста, больше не приходи Почему мы за этих щенков отчитываемся документы у тебя? Нас дрочит, мы дрочит Но И что теперь сделать? Как быть? Без участия мы рассматриваем Требую организовать проведение комиссии в очной форме В моем присутствии и присутствует журналист Антон Николаевич Булгар От участия в заседании не отказываются А то потом припишут, что эти подкасты имеются Что нас интересует территория Да Что нас дрочит, мы дрочит Но А вообще это не культурно через два коридора разговаривать Приходите, пообщаемся Кто эти люди? На каком основании они проводят комиссию? Друг друга замещают Народ, вы вообще понимаете, что происходит? Ты свидетелем, короче, пойдешь А где-то там Вот так Сейчас еще подписку, задачу ложных показаний будут брать, понимаешь? Там суд, короче, устроили Сейчас зайдем, там будет флаг, и кто-нибудь в черной манте будет сидеть, понимаешь? Боже Ага, все серьезно Вот такая здесь лужа Заметь, та же процедура, что и в суде присаживайтесь Это не печать, это роспись такая круглая Умеешь так расписать? Я не умею А губернатор умеет Трава не растет Ну, я сейчас не шучу Аналогия суда? О процессуальном Вы действуете в рамках процессуального законодательства? Конечно Ох ты как, ничего себе У нас администрация стала судом, требует ходатайства Какие опросы свидетелей? Мы что, на суде, что ли? О чем вы говорите? Какие опросы свидетелей? Ну, если я не ошибаюсь Это может быть и не он Под маской не видно Очень удобно сейчас маски носить Главное вовремя промолчать И никто тебя не узнает Да А перчатки как удобно носить Какой-нибудь налет на квартиру совершили Ни отпечатков, ни лис Никто ничего не запомнил Сейчас, что это такое? Это маска Это что ты взял? Это текстильные изделия Это специальные изделия Чтобы тебе в мозг поступало меньше кислорода Чтобы дипоксия была, да? Конечно Теперь старешь соображать и берешь всякие глупости Под угрозой вынужден надеть У нас инфекционный, нестудивный орган Все в масках сидят, список большой Кто из них присутствует? Попросите, пожалуйста Паспорт, удостоверение, подтверждающие ваши полномочия Ваши в составом комиссии? Как не дадите? А как удостоверить вашу личность? Давайте удостоверение Я же не знаю их Они под масками все скрыты У вас не действует еще удостоверение В смысле? Ну даже у вас нету даты Так потому что она, наверное, бессрочная Бессрочная? Пожизненная? Да Даже после смерти действует? Возможно, он же выцвел Потому что старая муна А, выцвела? А можно тогда? Дмитрий Владимирович Попов Глава города подписал Кто эти люди? На каком основании они проводят комиссию? Друг друга замещают Вы готовы меня выслушать? Ну это не для протокола Не для протокола Значит, на канале Сургут Назорот Есть уже больше 8 видео О реальной ситуации Что творится в приюте Берегиня Как себя ведут волонтеры Что они делают Более 33 собак Они изъяли из приюта В течение года И не предоставили ни одного документа А также они написали В опеку на семью Максима Ну вот смотрите Вы можете на следующее заседание прийти И это все под протокол рассказащий А? Ясно Вы, извините Вы меня перебили Хорошо Извините Вы меня перебили Я хотел бы договорить Вы заявили ходатайство Об ознакомлении с потерянным делом Правильно? Вы мне дали слово Выразить свою точку мнения Вы в рамках заседания Выразите следующий четвертый Вы же мне только что разрешили Три минуты потратить Я их не потратил еще Дайте мне договорить Очень коротко Участок выделен В виде болота Мусорки С ледневками Они были вынуждены Залезть на чужой участок Потом, когда ледневки убрали Сейчас вот они Обратно перебираются На свой участок Участок выделен Без воды Без электричества Без водоотведения То есть невозможно Там что-либо сделать Веткабинет И крематорий до сих пор не работает Потому что нет света Водоснабжение И водоотведение То есть человек не может Перенести туда Сделать там крематорий Выполнить предписание Веткабинет не могу Открывать Подожди Волонтеры Постоянно скандалят Приезжают скандалы Об этом тоже есть видео Прекрасно Подождите Дайте мне договорить Жалуются в опеку На семью То есть переходят на личности У них четверо детей Скоро пятый будет Поэтому Ангелина Не может присутствовать Волонтеры ставят Скрытые видеонаблюдения Скрытые камеры То есть совершают Какие-то следственные действия Без суда И без полномочий За год проведено Более 30 проверок В том числе Вашими Инстанциями И веднадзоры Все были И ни разу не выявлено Ни одного нарушения По жалобам волонтеров Они просто устраивают скандалы Дестабилизируют Работу Приюта Более того Они создали параллельную Группу ВКонтакте ПАВМОГИ И там разместили Свои реквизиты И на эти реквизиты Уже собрали Более миллиона рублей А в приют Это все не идет То есть это Было написано заявление По факту Наличия признаков Состава преступления По мошенничеству Сейчас идет По-моему разбирательство Помощи со стороны администрации Вообще никакой Ни рубля не выделили При этом Шувала заявляет Что готов потратить 140 миллионов В марте он заявил На новый приют Хотя приют Берегини уже есть Единственный приют в городе Это для животных Это Берегини Ни рубля администрации Им не выделяет Наоборот Приезжают Постоянно полиция Проверки Волонтеры Постоянно скандалы Вот такая ситуация Вы нам скажете все Что вы хотите Тебе обратился человек В форме полицейского Потребуй представиться И предъявить удостоверение Я требую просто Покинуть помещение Людмила Потребуй пожалуйста Вы слышите Покиньте пожалуйста Тебе обратился человек Похожий на полицию Покиньте пожалуйста Достоверение Покажите пожалуйста Покиньте пожалуйста До полного ознакомления Супка Виталий Николаевич Покиньте Хорошо До свидания Покиньте пожалуйста Помещение А в связи с чем Пожалуйста Покиньте помещение Я допустим не давал вам Возвращение снимать меня Люди тоже не давали А вы при исполнении Должны Я еще раз вам говорю Люди вам давали Согласие на съемку А никто не возражает Никто не возражает Пожалуйста Я журналист Вы закончили Снимать Нет Я вот защитником буду У женщин Вы меня выгоняете что ли Пожалуйста Покиньте пожалуйста Сейчас помещение А как я буду Женщину защищать Защитите Это законное требование Да это законное требование Назовите закон На основании какого закона Покиньте пожалуйста Помещение Вы требуете Я требую Покинуть помещение А если я не выполню Ваши требования Вы не выполняете требования Я же вызов Стреля от полиции Подождите Давайте вы Пожалуйста Покиньте помещение Максим Снимай меня пожалуйста Вы собираетесь Применить физическую силу Калипат Не собираетесь Пожалуйста Покиньте помещение Тогда давайте поговорим Пожалуйста Покиньте помещение Я вас услышал Давайте поговорим Пожалуйста Назовите пожалуйста Ваши закон Покиньте помещение Законное требование На основании закона о полиции. Какой пункт? Покиньте, пожалуйста, помещение. Это законные требования. Тогда ваши требования незаконны. Пожалуйста, покиньте помещение. На каком основании? Я что-то нарушаю? Вы меня не слушаете? Я что-то нарушаю? Хорошо. Алло. Алло. Хорошо. Вот. Вот что происходит. А если собака, которая сбежит... Пожалуйста. Не подходите ко мне, пожалуйста. Я же вам сказал, что я выйду. Вы мне что, не верите? Выходите. Я выхожу. Максим, снимай со стороны. Пойдем. Чтобы рукой, пожалуйста, не было. Можно, пожалуйста, не трогать меня руками? Будьте так предоставлены. Ну, я соблюдаю. Нет, предосторожно. Трогайте, пожалуйста, рука. Вы сейчас применили. Во, 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 руками. Так, тихо, тихо. Вытолкнули. Так, тихо, тихо. Администрация города в Тругут. Жесть. Мы нажали кнопку. Выживали. Да? Поехали. Вот это администрация. Вот это да. Вот это общественный порядок. Благодарствую. Они выбирают участок по загажению. Взымают аренду. Взымают аренду. Штрафные санкции. А потом передают документы в суд. И когда человек убрался на участке, ему просто взымают участок. Класс. Супербизнес. Разлив нефти зафиксировали и назначили штраф именно вам. Да. Это с вас надо штраф взымать. Как всегда. Второй участок выделен замусоренный. Без акта передачи. Ну, тут еще нефтяные разливы. Мусорки, ямы, фундамент. Да, мы, да, тут вагончики стоят какие-то с собаками. Тут собаки бегут. Это все приписали нам, естественно, что это все наше. Мы за это должны нести ответственность. Сейчас. Понял. Давай. Ай, ты мой маленький. Хватило голоса, да, позвать нас? Сила хволит к жизни. Знаешь, что мы живем. Эй, товарищ, спасибо, скажи, постом виляет. О, тем более. Как ты тут живешь? Непонятно, что это, то ли мазут, то ли нет. Так, у вас тут, получается, приют для грибов, ягод, да? А грибы же это животные. Приют для дикоросов. Да хватит жрать-то уже. Куда еще? Нефтегаз не добрался. Черная ягода, черная нефть, черный приют, черная администрация. Новый участок для приюта. Опа. Слушай, а мы тут детали от капитана не найдема. Слушай, я так понял, мусорка от слова мусор. Погоны надо. Слушай, не зря приехали. Пса спасли, погоны нашли. Кто у нас недавно в звании капитана ушел на пенсию? Сорвали? Ты что, с собой заберешь-то? Да. Трофей? На приют повесь. На дверь, на вход в приют. Типа не входите, злая собака, откусит вам погоны. Да. Мешки с погонами капитана. Погоны капитана. Что, служить пойдешь? Сюда? Нет. Нашли погоны капитана. А где сам капитан? А может вот здесь вот дырочку сделать и это будка получится? Что ты, что ты, что ты? Что ты? Где хозяйка? Где хозяйка? А? Жесть. Вот. Реальные катакомбы. Палатку можно поставить. Да. И бардовский фестиваль устраивает. Да. А если приедете, не заблудитесь в мусорке. Вот Антон ты такой, а. Она тебя баба твоя держит, а. Давайте, давайте. Все, я больше не отойду. Давайте. Говорите. Ну а как его баба держит? Давайте, давайте. О, блин. Про бабу мою давайте. Я бы выгнала тебя уже давно. Правильно, правильно, правильно. Кошмар. Это как она терпит тебя столько лет, наверное. Действительно. Снимайте, вы моих собак загубили. Вы моих собак уничтожили. Вы меня так подставили. Стоять здесь. Да. У вас такая порнография. Это пипец. Бог вас накажет. Вы собаку в голову застрелили. Вы меня задавить хотите? Скрывается с места преступления. Ох ты. О, наезд. Наезд. Стой. Стой. Да пойди сюда, ты пойди. Водитель транспортного средства лишен водительского удостоверения. Был пойман в состоянии алкогольного опьянения. Вы сказали, приходите и помогайте. Какие вы причины разговаривают с воротами, что ли? Здравствуйте. А почему вы ночью-то пришли? Вы в этом наряде пришли помогать? Ночью? Действительно. В этом наряде помогать пришли? Приехали спровоцировать опять какой-то конфликт. Зачем на территорию проникать? Да я проникала туда вообще, не ходила туда. Я не ходила. Я вот тут вот стояла. Я туда не ходила. Нет, нет там тоже. Нет, честно, вот я клянусь себе. Вы что думаете, все прям такие дураки? Я знаю. Я была и через собор перелазила даже. Понимаю, что творится у вас. Это ужас. Вы кто? Вас как зовут? Давайте познакомимся. Вас как зовут? Вы кто? Нет, не ты, нет. Я тебя своими ногами задушила бы. Вот это вот это она. Раздушила. Вот, вот. Никак меня не зовут. Никак? Извать никак. А тебя как? Откуда ты пришелец пришел? Не трогайте меня, пожалуйста. Я тебя-то мне даром не нужен. Да не надо на меня возбуждать. У кого-то делать? А как это не надо? Если вы не имеете деньги. Какие деньги? А вы тоже, да, проходили на территории? Я не проходил. Я тут стоял. Это тот самый Вадим, который фотографию президента в дробу положил. Он сейчас пока сидит в машине, это его спасает. Вас, кстати, говорят. Почему? Вот здесь дырка такая. Дырка это... Можно было за это время выстроить, вот хотя бы закрыть вот такое. Выстроите, выстроите. Покажите, что вы можете, и покажите пример. Ну, с вами никак не договоришься. Почему? Ангелина, ты почему сегодня ненормальная девчонка? У вас цель приезда-то какая была? Цель приезда, поговорить с Ангелиной. Так ее здесь не было. А позвонить нельзя было? А, папа, не скандальная, а громкая просто громкая. Не хочу ссориться. А вы, видать, не под тем ходите. Под тема перед Господом. Максим. Под каким вы, Господом Богом, ходите? Отойди, пожалуйста, покури. Дайте мне слово. Ну, дайте мне слово, е-мое. Я скорпион, бляхомуха, я такой голос. В сторону Ангелины звучали угрозы. Какие угрозы? О чем ты говоришь? Такие. А подскажите, пожалуйста, за последний месяц, что вы сделали для приюта? А меня тут не пускают. Я сказала, Ангелина, я здесь. Ну, тут просто в мой адрес неприятные вещи звучат. Мы вроде договаривались нормально общаться, а потом... Вот тебе я тебе точно по башке дал. А это не рукоприклассные. Рукоприклассные, по-дружески. Не надо так делать. Я вас тоже люблю. Даже и нет. Не снимай меня, мне наплевать, знаешь. Не снимайте, пожалуйста. Не снимай. Вот ты меня куда-нибудь выставишь, да? Ну, он меня снимает. Да мне наплевать, Антон, это вы понимаешь? Вот куда ты выкладываешься? Тебе не стыдно вот так, по идее? Не стыдно? Ужасы просто. Красотища какая! Мудака, под боком дьявола ты, понял меня? Вот так обычно тихо в приюте. Никто не лает, только птички поют. Бублик, заткнись! Понял. Давай. Ай, ты мой маленький. Эй, товарищ, спасибо, скажи. Постом виляет. Да, тем более. Как ты тут живешь? Нормальный он, живой. Все в порядке с ним. Сейчас, смотри, он чистый. Его помыли, видать, мать вылизывала. Ну, шикарный им обед сегодня, да? Мы хорошие, не бойся. У нас нет, друзья. Вот он наш капитан, капитанчик. Ну, шикарно. У меня на день рождения такого обеда не было. Как у вас сегодня. Опять вышел. Аппетит есть, все нормально. Еще тренажеров для собак привезли, короче. Вон их сколько. Вот сколько тренажеров для собак. Вот так вот почистил территорию. Ну-ка, поясни, что тут у нас будет. Вот это, что такое вот тут. Заходят ложатся домики двухэтажные. Там они чувствуют, в принципе, себя довольно-таки уютно. На этих домах в дальнейшем будут строительство таких же сказочных домиков, чтобы это была полноценная сказочная деревня, город собак. Вот эту лобату нам подарили добрые люди. Спасибо им за это. Ты как телевизор у него. Говорят, развлечений нет у собак. Работай, папа, работай. То есть это удобно, когда тебе рука приклассно применяет. Вот так вот сделал. И сразу видно. Кто тебя трогает, да? Куслы тебе. А, товарищ? Почавкай хоть немножко. Что у них сегодня на обед? Мясо с кашей. Мясо с кашей. Вылизывай начисто. Как жизнь? Нормально? Тут говорят, ты истощенный. Это правда? Во! Что говоришь? Во, во, во! Я так же думаю. Правильно говоришь? Разве истощенный так лает? Только на любовь действует. Только на любовь действует. А где Ирина Богдановна? Здравствуйте. Сегодня будем пальцем тыкать спину или нет? Смотри, а то пальцем ткнут спину. Не лай так сильно. Молчим? Молчание честный ответ. Ирина тоже на контакт не идет. Не разговаривает, пальцем не тычет. Что-то как-то неинтересно даже. Ладно, это еще не простительно. Только что я ее сам видел, как Ирина Богданова с ног сбила собака цепью. Собаки чуют, кто добро творит, а кто зло. А другая собака покусала. А третий телефон какому-то из волонтеров разбила. Только он так зубы показывает, что его гладить неохота. Вас можно узнать. Как спина? Порядка? Да. Которую мы якобы спину поломали. Точно, не упокоят. Не упокоят, тоже не разговаривают. Не зря ты его пустила. Он опять все перевернет наизнанку. Ты не знаешь искусство журналистики. У вас тоже система дозор появилась? Да. Классно. Надо, чтобы все с такими ходили. Сразу будет видно правду все. Состояние животных некритичное. Собаки будут в удовлетворительном состоянии. Когда-либо были выявлены случаи жестокого обращения с животными в данном приюте? Ни разу не было выявлено. Критических случаев есть? Критических нет. Прогресс есть в приюте? В сравнении с тем, конечно. Если вы считаете неправильно, подавайте на нас суд. Так вызывай полицию, ем-мое. Свет надзор вынужден за ней бегать. Туда побежали, сюда побежали. Еще там, не знаю где. Это дестабилизация работает. Уже сколько раз полицию вызывали, бесполезно. Все равно бегают. Ты зачем свою водку покрасил желтый цвет? Что, не мог вон там покрасить? Ты, смотрю, тоже пшел? А-а-а, ну давай. Вадим Ированович, что ты газуешь? 180 собак, еще и кошки тут, да? Почему вы реагируете на каждую их жалобу? Необоснованно. Так а где эта прокуратура? Я здесь ни разу не видел. Почему они вас в мороз отправляют, а сами не приезжают? Ну, награды видно. Тут за что-то, здесь за что-то. Ты выглядишь, как боец Красной Армии в самый худший момент войны. Зато мы потом победили. Да. Иисус? Плохой стиль Иисус. Убили! Ты видел рыжего Иисуса? Я не видел. График, график, ты сижу, ты сижу. График? График, ты сижу. Я думаю, откуда слово график взялось? Оно, оказывается, от слова графа. График. Вот, я смотрю, я здесь твой. Собаки заживете. У вас с ними не еду. А у меня аура такая. Я не грешу. Святой человек. Почти. Поздравляю вас с великим праздником. Сегодня впервые без волонтеров. У вас скучно стало? Где волонтеры? А где Ирина-то? Что-то невинные. Что они, стесняться начали или что? Что-то как-то неинтересно, блин. Видишь, как видеокамера дисциплинирует. Чем больше видео снимают, тем меньше волонтеров. Закономерность. Где журналисты? А как вы их от мочи, от фекалиев отмоете? Женя, держись. Хороший Евгений. Не то, что там, да. Ребята, ну я же журналист, вы что? Это что, коронакризис, да, вакцина? Угу. Мне это напоминает этот эпоксидный клей. Двухкомпонентный. В смысле? Как есть, так и говорю, что наговорю. Здорово, 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 здорово. Здорово, здорово, здорово. Холодно? Не хочешь выходить? Я тебя гладил уже. Да е-мое. Все? Налазился? Все. Будь здоров. Будь здоров. Давай, давай, выползай, выползай. Во. Подъюбочник. Подъюбочник. Вали, вали, вали. У вас нет, случайно, собаки, которая умеет на компьютере работать и видео монтировать? Рук не хватает, может, лапы помогут. Ты беременна? Ты пенсионер? Я? Нет. Хотелось, да? Никакого спортзала не надо, да, Макс? Ну, а что ты меня так зло смотришь? Как будто это я все делал. А, это тот самый, да, который кроссовки любит за 40 тысяч. Пропустили драки, кровь. Да? Да, поножовщина. Я жить хочу. Вот сейчас кровь будет, внимательно. Это называется, приходите в приют. Добро пожаловать. Молодцы. И забор, да, вон там поставили. Ага. Так собаки же могут разгрызть все нахрен. Вот. Ого. Это дом. Это будущее. Будищее из будущего. Это возле такого маленького. Ты куда полез? Ты же человек. Вылазь. Громче говори. Нам нужна ваша помощь. Во. А то же не услышат. Нас интересует территория. Да. Нас дрочит. Мне дрочит. Господи, больной человек, блядь. Выскоро прости. На данный момент происходит правовая юридическая коллизия. В стадии апелляции некоммерческую организацию ликвидировали и исключили из реестра налоговой. Они только через заборы лазят, ломают будки, ломают вольеры. Я не знаю, какие-то разрушители. Оцепляют собак, чтобы они дрались. Ну, сколько можно? Ломанные ворота. Кто их сломал? Мы не ломали. Поднесли. Показательная помощь. Привезли корм, сфотографировали и загрыжают машину. Нас дрочит. Нас дрочит. Ай, какие молодцы. Хорошие помощники. Помогают собакам. Руки уберите. Нас дрочит. Нас дрочит. Ведра с непонятной субстанцией. Щенки очень сильно визжали, как будто им нанесли травму. Нас дрочит. Никто никого не дрочил. Я днем здесь был, трупа не было. Стеснялся, что ли? Это не первый раз труп подбрасывается. Если они обнаружили труп, почему они полицию не вызвали? Ну, ликвидировали же незаконно. Апелляция идет, не имели права. Так они возвращаться будут через весь город и могут покусать кого-то. Опять подзаборные посетители. И как вы вообще сюда проникли? Я лично через забор. Город ему ответил, ребят, денег нет, но выдержитесь. Что нас дрочит, мне дружно. Как с этими людьми дальше работать? Чего ты меня стесняешься? Травм нет, истощения нет, падежа нет, ничего нет. Жестокое обращение нет? Нет. 142 собаки, человек кормят. Что нас интересует территория? Да. Абсолютно верно. Что нас дрочит, мне дружно. Это да, действительно так, я узнавала. Не было ни иса, ни ответчика, нас ни о чем не оповестили. Что нас дрочит, мне дружно. Что нас дрочит, мне дружно. Хорошо. Я вашу позицию полностью поняла, вы мне доступно объяснили. Что нас дрочит, мне дружно. Ох, как здорово. Осталось еще кого-нибудь петь, научить вот как раз. На шее сейчас залезет. Что нас дрочит, мне дружно. Такие у вас есть собаки. Я даже уже не боюсь. Тут не упакуй его и любишь. Я от Садыкова так вот люблю. Что нас дрочит, мне дружно. Они привели участок в порядок, а им сказали, все, до свидания. Забираем участок. Спасибо за аренду. Девушки милые, на канале Сургутнадзор 17 видео про приют. Вся правда. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Девушки милые, на канале Сурнадзор 17 cancer. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok До свидания.